в общем-то вдова его не оценила это место мы поняли место какое-то особенное место необычное то есть уже более позднее время то есть мы здесь конца 80 с конца 80 с конца 70 здесь у нас уже была активная деятельность ставил этот дом это конец деревне которая названа по неназумению поповка в которой никогда не было попов старое название деревне красный горка ну так как мы очень дружили с космонавтом номер четыре пол романовича поповича пошла сплетнюга так как попович сюда приезжает на рыбалку неделю назвали деревню прозвали поповкой история дальше развивалась то есть вначале был этот дом а мы сюда все приезжали нас собрала наша руководитель от александровна мы читали то что было можно читать я вам какой-то двоем скажу честно не было тогда ни волхов ни магов это были 70-е годы мы знали . малую землю эти вы знаете что такое кто такой леонид и лечебрежный ну на как слышали может а мы очень хорошо тогда знали это были времена глухого ну апофеоз просто не представьте себе что вот мы собирались в этом доме 80-е годы люди не едят мясо постоянно интересуется философией мы сразу стали белыми воронами и что сказать здесь вот в этом доме мы собирались потихоньку например летом до 40 человек а мы здесь вот все вот так вот как обитали как могли мечтали что вот мы будем заниматься вот философии для того жить как жили наши предки в ладу с природой и мы 80-е годы обнаружили очень интересную вещь чтобы ничего не знаем про наших предков мы знаем все прошу миров мы знаем все про индусам знаем все про китайцев знаем все про йога все знаем а кто такие славяне вот здесь вот кто старшее поколение помнит это маленький учебник в нем две страницы написано непонятно что какие-то древляне кривичи родимичи кто это таки что это такой и вообще почему у этих странных людей таких 1 5 земной суши сейчас 1 6 ну значит наши предки были мощные значит наши предки были великие если они обладели таким пространством земли нам мы тут поняли что здесь что-то не так от нас что-то явно скрывают и вот с той поры с той поры буквально где-то в прошли 80-е годы наступила перестройка и можно было взять землю и мы взяли землю под крестьянское фермерское хозяйство поэтому ставим перед вами я ходу боюн простой крестьянин то есть мы с той поры взяли 50 гектаров нам предлагали стом испугались вот теперь жалеем об этом но поздно народу все больше и больше и мы съехали сюда все конец восьмидесятых наслежается сюда и вот все что вы уже вокруг видят мы все сами понастроили если вот это у нас деревня здесь это уже вы находитесь на нашей частной территории ну для всех у нас естественно музей под открытым небом ну вот мы собираемся но мы иногда вот зажжем ненужный хворост по основным солнечным дням имеем право вот единственное в этом году к нам позвонили из милиции сказали сказали у вас ведь сколько человек на празднике мы говорим мы больше ста однако упала будет у вас приедем охранять то есть у нас сразу самого начала мы договорились о том что мы занимаемся культурой и этого истину так потому что мы занимаемся реконструкции и самое главное что мы доносим мировоззрение которое было у наших предков она простой все ясно все равно везде народ путешествует сейчас очень много информации мне вот сегодня задали вопрос мы попали в пятое измерение или нет нет это серьезные вопросы мы говорили говорили с женщиной очень мудрой продвинутые рука нами серьезно задают вопрос я чуть не упал вид а земля все таки наши просто это было сказано совершенно серьезно то есть сейчас очень много информации и я скажу сразу мы пошли к корням то есть мы совершали этнографические экспедиции мы изучали все по крохам потому что в те времена было две книги две книги это было фанасьев это был рыбаков потом появился миролюбов а потом появилась сейчас моря разливанная и поэтому мне бы хотелось чтобы сегодня на нашем празднике вы просто что-то просто послушали себя послушали свое сердце мы ничего вам не говорим вот мы так живем приехали бы вы и не приехали бы вы мы все равно бы этот праздник спраздновали вчера мы привели два концерта в московской области под красногорск то есть мы простые крестьяне мы выступаем везде вот на камчатку ездим сибирь ездим потому что людям очень важно именно чтобы они увидели что люди могут жить на земле что люди могут быть в ладу самим собой своей семьей своими детишками и конечно в 90-е годы нам вот так вот показывали у нас были корова 8 коров 30 овец куры и нам говорили вы чё коровам хвосты поехали крутить ночью простые крестьяне 1 2 высших образования ну как бы вот тогда же как-то бизнес все подались сейчас мы сами себе завидуем потому что у нас все свое то есть у нас своя животинка у нас своя скотинка самое главное что у нас не только своя сметанка и свой медок у нас своя своя свекла морковка негенно модифицирована сейчас то что будет сегодня по сути дело это мистерия то есть а все это вот сегодня такая . когда мы немножко должны помолчать внутри до себя и послушать что у нас получилось в этом году что не получилось то есть у нас сегодня время получения уроков и очень конечно это пора благодарения огромное количество обрядов они идут один за другим и вот скоро уже наш любимый праздник 29 октября это макриды молкоши когда женщина творят обыденное полотно то есть затраты а в один день поэтому я вам сразу еще подсказываю если в этот день вы что-то свяжете или сделаете своими руками не важно что ну что-то из ткани что-то ну что-то но от начала до конца в один день это будет намоленная вещь которая приносит здоровье и исполняет любые желания а у женщины желание всегда сохранить свой рот потому что одежда например из льна проходила из женские руки девять раз это вам ответ на тот вопрос почему мужики-то никуда не смотрели только на жену понимаете девять раз она о нем думала я твою я своих детях и одежда она становилась справа оберегом скажу честно вот чем мы больше узнаем нашу традицию тем больше она как расширяется и мы понимаем что мы так много не знаем то есть вот я могу честно сказать что очень многих вещей я не знаю еще их еще надо изведать поэтому мы это все будем делать с вами и через разное конечно прошли этапы я смысле говорю понимание окружающей среды нас сегодняшний день у нас все хорошо например в том году мы посадили 5000 дубов ой 7000 здесь вот в округе то есть мы сажаем деревья потому что чтобы верить покланяться и вы знаете вот самое лучшее сохранение традиции ну мы пришли к такому выводу то есть мокоши хочешь поклониться убери мусор хочешь роду поклониться но переведи бабушку через дорогу то есть вообще все выражается очень простыми вещами березу сейчас очень модно я я там надо конечно что то делать мы здесь живем на земле поэтому так это хорошо не важно сколько главное как и здесь действительно вот пространство она отзывается она ну такое как вам сказать очень чувствующее и человек если он какой-то вот лениться или врет он у нас долго не проживет вообще в русской деревне такой невозможно то что русской деревне ничего скрыть нельзя ведь у нас нет уже этих заборов замков нету они не нужны что все на виду если ты лентя это все видят если ты работяга это все видят поэтому когда спрашивают какой вот тренинг самый лучший тренинг на тренинге уже поняли какой лучший самый тренинг этот приехать деревню для мужику это заниматься домашними делами поколоть дрова поотвечать на запросы жены полной радостью с улыбкой когда она будет то надо то надо то надо то надо а здесь вот так вот то надо то надо с улыбкой вот это понимаете вот так вот целый день с улыбкой идет такое ладование объединяются все чакры все все потоки приходят все отрабатываются отрабатываются все страхи страхи здесь отрабатываются прямо полностью поэтому если у кого-то появится желание очень дорогого коуча то совершенно даром пожалуйста приезжайте к нам на лесоповал на посадку на прополка для женщин вы знаете гармонизируется вся природа у бабы заняты руки то есть у нее прекращается внутренний глубокий диалог вот так вот да вот хожу и у нас люди не ездят уже на вот эти дешевые коучи на пак как вот этот букве муки не помню как его звали который танцевал со всеми обнимался он рассказывал как заработать миллион в итоге там билеты стоили по 500 тысяч рублей самый дешевый 30 я понял я его не хочу в энергии дают но пупки муки какой-то поднимите кто был на сказках когда бы на ютубе пойдемте пройдемся чуть-чуть вот туда теперь вот самое главное выражение то закон что явно понимаете говорить можно сколько угодно важно по делам что по делам поэтому нам в принципе не стыдно а где-то стыдно то есть когда мы приводим к нам потому что мы не все успеваем делать но вот не стыдно то что старый наш дом и все-таки его снесли потому что ну так это было немножко стыдно конечно перед домовым ну вот не успевали все сделать но все что здесь сделано оно сотворено своими руками мы очень счастливые люди у нас нету спонсоров и у нас даже нету миц то есть фактически все что мы делаем мы делаем своими руками мы живем все это добываем и даже все что мы делаем вот в сфере просвещения мы тоже делаем своими руками ну например день русского языка во всей территории российской федерации потому что мы в авангарде движение русский лад и мы организуем все российские фестивали тоже своими руками вот сейчас мы например будем делаем гастроли в Сибирь своими руками нас нету ни продюсеров вот этих слов не знаем то есть все как-то по знаете вот так по родственному мы приехали поговорили в контакте связались и все спокойно ну а вот это начальное поступие что для детей не нужны аквапарты то есть вы понимаете для детей нужна папой оттруганная доска и спа все нас на самом деле все народные вот эти игрушки забавы они просто бесконечные я попрошу у Светы сегодня надо детям показать кометы старая забава то есть из мочевки комета китая из мочевки кометы не знаю в кометах и в кометах и в кометах в кометах Субтитры подогнал «Симон»